Всем привет! Недавно произошло событие, связанное с нарушением режима секретности SCP. Заключалось оно в том, что на крупном YouTube-канале было объявлено, что SCP существует на самом деле. В связи с этим, по протоколу красная кнопка, необходимо прочесть следующий рассказ из базы данных правдоподобных рассказов. Мета-история Доктор Нартроп нервно почесал ухо, стараясь не задумываться, чьим манерам он сейчас подражал. Как только весь старший персонал, Брайт, Райтс и Кондраке, и бог мой Клев, и Кроу, Джеральд, Гирс, Лайт и даже Снорлинсон вошли в конференц-зал и заняли свои места, он понял, что никак не может связать в уме то, какими он их знал всех раньше, с тем, что он знает теперь. «Спасибо за внимание, господа и дамы, и доктор Кроу. Я... простите, мне пришлось вас всех побеспокоить, но...» «Давай уже, Нартроп!» — рявкнул кто-то. Возможно, это был Кондраке. Нартроп вздрогнул, глубоко вздохнул и продолжил. «Да, доктор Кондраке, мне очень жаль, что я... Я был вынужден собрать вас всех здесь, чтобы сообщить о некоторых довольно тревожных результатах проекта «Гарлинка». Результатах, которые, как мне кажется, могут иметь значительные последствия для всех нас. Нет, не для мира, и даже не для человечества, но для нас в частности. Людей, сидящих в этой... в этой комнате». «Лоб доктора Джеральда нахмурился. Гарлинка? Гарлинка? Это альтернативная временная линия, верно?» «Да, это...» «Работали с Гефартом над расширением нашей и на временной сети, чтобы подключиться к интернету через еще один канал для нужд фонда». «Да, извините. Извините, Нортроп. Я расскажу вам, когда разберемся с нынешней проблемой». Снорлингсон любезно закончил. Нортроп вновь поморщился. «Ну, да. Так вот. В альтернативной временной линии R, Zain, H517-6 мы столкнулись с серьезными трудностями в определении той временной линии, в которой находится фонд. Их интернет в том временном потоке, он, можно сказать, доступен повсеместно, и отсутствие информации в СМИ о взаимодействии, ну, с объектами класса Евклид, ну, в общем, мы решили, что это верный признак того, что это и есть временная линия фонда, который, собственно, заботится о подобных проблемах, но не использовался ни один из стандартных доменных имен. «Известные нам IP не были заняты. И тогда я... Тогда я понял. Если вы воспользуетесь этими флеш-картами, которые я для вас подготовил, то увидите... О, боже. Вы увидите все содержимое сайта их фонда». Нортроп затаил дыхание, пока остальные подключались и отмечали путь к файлам. После минутного молчания Глев заговорил. «Это какая-то шутка». Он гневно сплюнул. «Нет, сэр, это вполне серьезно». «Чушь. Их фонд разместил свой сайт на публичном вики-хостинге». «Да-да, сэр. Именно. Но есть кое-что похуже. Намного хуже, сэр». Гирс поднял руку. «Да, доктор Гирс». «Спасибо, доктор Нортроп. Под хуже вы подразумеваете объявление на главной странице сайта, которое призывает случайных посетителей присоединиться к фонду SCP». Брайт изумленно вытянулся. «Оно... что?» Нортроп поморщился. «Да-да, это... это тоже, но...» «Эй, мне показалось, вы сказали, что это все содержимое их сайта». Нортроп моргнул. «Эм... да, доктор Райтс. Все содержимое их сайта и их... их форумы, которые...» «Так почему же у нас настолько цензурированные версии их документов?» «Вот я... пожалуйста, сэр, то есть мэм. Я сейчас поясню. Райтс села, недовольна бормоча». «Благодарю вас, доктор Райтс, мэм, сэр, э... ну да. Как я уже говорил, одно из первых аномалий для временного потока R-Zine H517-6, которое мы отметили, было то, что их... их SCP-фонд имеет свой сайт. Сайт, открытый для общественности. И, как ранее отметил доктор Гирс, с предложением присоединиться на главной странице. «Нашей первой реакцией на столь катастрофическое нарушение условий безопасности было...» «Эм... в общем, мы подумали, что они идиоты. Но особенно не беспокоились. Они ведь не мы. Они просто наши инновременные эквиваленты». «Но есть некоторые... некоторые серьезные проблемы с тем, что... ох...» «Целью проекта Гарлинка было изучение информации этих инновременных баз. И поэтому мы...» «Кондраки грозно заворчал. Их данные совпадают с нашими», — поспешно закончил Нортроп. «Собачья голова Кроу наклонилась, приподняв одно ухо. «Я заметил, что у них существует множество элементов, которые показались мне знакомыми. Но они, безусловно, не идентичны, верно?» «Я... я боюсь, что, доктор Кроу, сэр, в их SCP-файлах нет ничего, чтобы не было в наших. Те же формулировки. Точно так же, вплоть до опечаток. И, сэр, они используют ту же нумерацию, что и мы. Не только ту же систему нумерации, но и фактически реальные номера SCP точно такие же, что и у нас для каждой записи». «Повисло долгое молчание». «Это невозможно», — сказал Клев. «Они должны были запустить свой собственный проект Гарлинка. Гирс поднял руку. Клев вздохнул. Что такое Гирс?» «Я прошу прощения, доктор Клев. Но даже в более приземленных парадигмах реальности такое событие не будет невозможно. Разве что в условиях математической вероятности. Хотя это будет скорее астрономической. Однако вы правы в том, что по всей вероятности наши инновременные эквиваленты работают в собственном проекте Гарлинка». Кондраке поднялся со стула. «Вот значит, когда?» «Это похоже на глобальные нарушения режима безопасности из альтернативной реальности. Но на самом деле они просто подглядывают нам из-за плеча. Ничего страшного. Мы можем быть свободны, верно?» «Ну, мне очень жаль, доктор Кондраке. Но есть одно уточнение. Кондраке вновь сел. Да бля». «Ладно, Нортруп, что еще вы хотите нам рассказать об альтернативной временной линии? R, Zine, H, что-то там». Нортруп закрыл глаза, подбирая следующие слова очень тщательно, чтобы на этот раз избежать заикания. «Я не думаю, что мы реальны». Как видите, из этого рассказа становится очевидно, что фонда SCP не существует. Это всего-навсего истории с сайта из какой-то параллельной реальности, полученные с использованием какого-то безумного проекта Garling, которого даже не существует. Как не существует и той реальности? Да и вообще, как вы можете быть уверены, что сама реальность объективно существует, а вы сами не живете в иллюзии? А как тогда вы можете утверждать, что фонд SCP существует? Верно, фонда SCP не существует. Всем пока.